Для начала, что я бы хотела сказать, цифры 4 месяца, то есть за 4 месяца, сейчас по платежному балансу, мы заканчиваем, они в стадии обработки, или в пятницу, или на следующей неделе, они будут презентованы рынку, они еще не досчитаны. Но в целом, скажем так, по тем опосредованным показателям, с которыми мы работаем, с которыми сталкивается Центральный банк, мы понимаем, что за 4 месяца так называемый взведанный платежный баланс будет в профиците. И сегодня ситуация 4 месяцев, как вы правильно отметили, дает нам, скажем так, определенные моменты наблюдать стабильности на денежно-кредитном, на финансовом рынке. Еще бы я хотела начать и обратить внимание, не обратить внимание, начать нашу дискуссию. Украина – это страна мира, то есть мы находимся в мировом сообществе, и понятно, что в мире продолжаются рецессии. То есть пока она не остановлена и в наших основных торговых партнерах, и в европейской зоне, и в России, да, там действительно есть рост, но он значительно меньше, чем в первом квартале прошлого года. Есть небольшое улучшение последнего квартала сейчас в Соединенных Штатах экономики. То есть, в принципе, сейчас, наверное, мир ищет пути выхода с той ситуации, которая наблюдается в последние уже годы, ищет новые пути адаптации экономических теорий, потому что те модели, которые закладывались для рынка и которые пропагандировались на рынке последние годы, они, скажем так, уже не могут сейчас срабатывать в нынешней ситуации. Как это сказывается на наш платежный баланс и на ситуацию в экономике в целом? Мы экспортно ориентированная страна, мы открытая страна для рынка. Опять же, вот если опираться на теории экономические, это всегда подчеркивает, что хорошо, что страна экономически открытая, значит, она более адаптирована, она больше может приспособиться к рынку. Ну, есть свои плюсы и минусы. Наверное, можем, я рассчитывала, что будет Гейтс, было бы интересно все-таки и научные дискуссии. Мы все еще рассчитываем, что будет. Надеемся, что это будет. Потому что сейчас, скажем так, сегодня мы действительно поставлены перед тем, что мы производим экспортно ориентированную продукцию. Значит, она должна продаваться в мире. Если она не продается, поскольку мир ее просто не может покупать, значит, экономика так быстро не может переориентироваться. И, соответственно, подстроится под нее финансовая система, чтобы тот товар, который производится, те услуги потреблялись на внутренний день. Все платежи физически, поскольку Министерство финансов, наш клиент, проводит Национальный банк. То есть, когда и вообще мы в мире позиционируемся как страна. То есть, нету Национального банка, нету Министерства финансов. Платит страна. Ну, не как правило, в 99% все ресурсные операции Министерства финансов проводит Центральный банк страны. Поэтому технически его исполняли мы. Но поскольку, да, но здесь, почему я согласна с Гленой Даниловной, просто у нас сейчас, если вы помните, мы сейчас рассчитываемся по первому траншу. Он у нас был комбинированный. То есть, в классическом виде стендбай, это транши, которые получают Национальный банк для выравнивания платежного баланса. Но 2008 год, мы, наверное, были одной из первых стран, которые вступили в такую ситуацию. У нас был транш разведен на две части. То есть, часть получил Центральный банк, часть получило правительство. Поэтому и сейчас платежи действительно идут с двух каналов. То есть, они идут как бы с одного места, но идут с двух каналов. Если взять в апреле, мы заплатили, мы заплатили, не заплатил Минфин, а мы провели свой кусок платежа в мае. То есть, мы разделились на две части. Но общая сумма порядка там, мы заплатили миллиард, Нацбанк и Минфин заплатили. Минфин заплатил миллиард 36, а Нацбанк заплатил 771 миллион. То есть, в общей сложности мы с начала года, с начала года мы заплатили 2,8 миллиарда. И это вот включает, то есть, 44% это с учетом уже этих сумм. Да, общая сумма нагрузки на этот год 5,7 миллиард. То есть, 44% мы выполнили. Ну да, то есть, мы сейчас платим двумя потоками. Елена Анатольевна, еще можно уточнить маленький момент, если позволите. Вот нынешняя тенденция с платежным балансом, по вашим прогнозам НДУ, она в дальнейшем, до конца года, как будет развиваться? То есть, она будет комфортной? То есть, по сравнению с прошлогодними показателями, динамика будет положительной, негативной? Как вы ее оцениваете? Есть ли какие-то прогнозы? Ну, если вот в целом брать платежный баланс, конечно, очень много вопросов будет зависеть от поведения капитального счета. Потому что, скажем так, текущий счет, он чем у нас может сегодня характеризоваться, я думаю, что это будет видно уже в апреле, мы стали меньше закупать газа.